Эпилепсия Эпилепсия – это одно из самых распространенных хронических и неврологических заболеваний человека. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами прямой эфир программы Макс де Маселе. Эпилепсия – не приговор, и как с ним жить – тема нашей сегодняшней передачи. А как он возникает, расскажет врач-эпилептолог, невролог высшей категории Дайрбаева Лейла Оролгазиевна, директор научно-клинического центра неврологии, эпилептологии и реабилитации. Также у нас сегодня в гостях директор общественного фонда «Кенжурек» Мадина Бисимбаева. Добрый вечер, здравствуйте, добро пожаловать. Действительно, насущной проблемой, актуальной на сегодняшний день является эта патология, заболевание. Расскажите нам, пожалуйста, что она из себя представляет, что это такое? Спасибо большое за то, что вы пригласили нас и освещаете это такой очень серьезный и важный вопрос. Здесь я хотела бы подчеркнуть два важных момента. Первое, что действительно эпилепсия – это неврологическое заболевание. Потому что, к сожалению, до сих пор в обществе существует такой стереотип, что это психическое заболевание и так далее. Я хотела бы подчеркнуть еще раз, что это неврологическое заболевание. И в международной классификации болезней оно стоит в классе неврологические заболевания. А второе, что я хотела бы тоже подчеркнуть, что это действительно распространенное заболевание. Потому что до сих пор существует такой стереотип, что это не так много таких пациентов и так далее. На самом деле в структуре неврологической заболеваемости эпилепсия занимает третье место после инсультов и после опухоли головного мозга. И количество пациентов с эпилепсией превышает количество пациентов с ДСП, с паркинсонизмом, с рассеянным склерозом вместе взятых. То есть на самом деле это не такое уж и редкое заболевание. И здесь тоже есть один важный момент, что это не какое-то одно заболевание, это группа разных состояний и симптомов, из которых может быть эпилептический приступ. И, соответственно, это не какое-то одно заболевание, это группа разных заболеваний, где один из симптомов – это приступ. Мадзина Апай, вот расскажите, пожалуйста, о своем фонде, то есть Кинг Журек, да? Какова цель была вообще создание этого фонда, подобного фонда? Спасибо большое за то, что предоставили такую возможность рассказать подробнее о проблемах, с которыми, к сожалению, сталкивается целый пласт категории инвалидов. И подробнее о создании фонда. Фонд создан родителями детей, у которых диагностирована та или иная форма заболевания эпилепсии. Почему был создан этот фонд, с какой целью? Дело в том, что на сегодняшний день пациенты с эпилепсией сталкиваются с определенным рядом проблем. Этих проблем скопилось немало, и, к сожалению, должного внимания и поддержки эта категория инвалидов не получает. Вот, поэтому, как бы, ну, в ходе общения, да, между родителями, между нами самими, мы решили проявить такую свою инициативу гражданскую и организовать общественное объединение, которое непосредственно затрагивало бы вопросы, которые касаются нашей категории детей и людей взрослых тоже. Ну, то есть в основе дети, да? Да. В основе дети. Ну, как бы, основной акцент на сегодняшний день – это дети, да. Наше предложение, самое первое, которое мы внесли в Министерство здравоохранения – это организация интернет-портала, который дал бы возможность людям, которые как-то сталкиваются с этой проблемой, получить подробную, исчерпывающую информацию. Это все, что касается медицинских услуг, это все, что касается алгоритма получения этих медицинских услуг, это какие-то контакты, да. То есть обычно родители как вот сталкиваются с этой проблемой? Сталкиваясь с этой проблемой, мы не знаем, куда идти, куда бежать и где искать решение. Ну, действительно, чувство, да, родителей. Где искать решение. И мы начинаем искать эту информацию, как правило, в интернетах, ну, допустим, там какие-то сайты специализированные. Хотелось бы, чтобы эта информация была доступна родителям, таким образом, чтобы человек не терял ни времени, ни ресурсов на поиски этой информации полезной. Потому что все мы прекрасно знаем, что есть, допустим, ряд сложностей в получении той же самой двалидности. То есть определенный алгоритм, куда идти, какие документы подавать. Ну, это все должно быть доступно, это в первую очередь. Второй момент – это реабилитация детей с диагнозом эпилепсии. К сожалению, в этом очень много недоработок тоже на сегодняшний день. И почему так сложилось? Во-первых, в Казахстане не, как сказать, не принято ранней реабилитации детей. А период, когда ребенок только начинает развиваться, допустим, там с года, ну, то есть с полугода, с года до трех лет, он очень важным является в развитии этих функций. И хотелось бы вот в систему реабилитации внести такие изменения. То есть ранняя реабилитация детей – это очень важно на сегодняшний день. Диагноз эпилепсия сам по себе является противопоказанием к тому, чтобы попасть ребенку в реабилитационный центр. Потому что наличие судорог, оно дает основание отказать ребенку в получении квоты. То есть наши дети, получается, как бы после того, как они заболели, какой-то формой эпилептической энцефалопатии, допустим, есть масса синдромов, о которых мы никто и не подозревал о том, что они существуют. И эти формы, они, к сожалению, вызывают тяжелую степень инвалидности, да, если отсутствует должная, как сказать, норма занятий, да, ежедневных, определенные какие-то методики существуют тому, чтобы ребенка развивать, чтобы снизить уровень инвалидности. Ну, вообще, для всех эта болезнь известна как бы припадки, да, судорожные припадки, человек теряет самоконтроль и как-то вот у него выливается сорта пена, да, скажем так. Но вот причина вообще возникновения этого заболевания в чем вообще заключается? Как она возникает? Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что, да, у всех такой стереотип, что эпилептический приступ – это вот когда человек падает, у него судороги, и такой типичный генерализованный тонико-клонический приступ, он протекает таким образом, что сначала есть тоническая фаза, когда человек, человека всего как бы стягивает, в том числе идет спазм дыхательной мускулатуры, и в этот момент человек синеет, и, соответственно, у присутствующих возникает ощущение, что человек умирает. Но эта тоническая фаза, она заканчивается, и следующая фаза идет, это стадия клоническая, когда начинаются уже клонические подергивания, и в этот момент тоже… Эта стадия, она длится где-то порядка, где-то около тоже двух минут, двух-трех минут, и в целом генерализованный тонико-клонический приступ, он занимает где-то примерно около пяти минут. И вот до сих пор у всех такой стереотип, что это вот только вот это вот и есть эпилепсия, и все. А на самом деле приступов эпилептических очень много разных. Это вот так называемый генерализованный приступ, но также есть приступы фокальные, так называемые приступы фокальные, которые могут протекать совершенно различной симптоматикой, и иногда со стороны даже люди не могут понять, что у человека идет приступ. А он вот в свою очередь внутри что-то ощущает, этот человек? Если приступ… Вот хороший вопрос, потому что приступы фокальные, они есть с нарушением сознания и есть без нарушения сознания. Конечно, когда приступы без нарушения сознания, человек все это чувствует, человек. Допустим, бывают приступы, когда без нарушения сознания, допустим, приступы так называемые миоклонические, когда человек, допустим, вздрагивает, то есть резкие вздрагивания. А бывают приступы, допустим, тоже без нарушения сознания, когда у человека внезапно возникают какие-то непонятные ощущения в какой-то части тела. Бывают приступы с нарушением сознания. Естественно, в этот момент нарушение сознания может быть от помутнения сознания до полного отсутствия сознания. И, соответственно, этот человек не может контролировать какие-то свои функции, мысли и так далее. И поэтому иногда со стороны эти приступы могут выглядеть довольно пугающими, допустим. Но нужно понимать, что в момент фокального приступа, как правило, человек с эпилепсией не опасен для окружающих. Он больше опасен сам для себя, потому что он может, предположим, существуют приступы, так называемый, автоматизм действий. То есть когда у человека при выключенном сознании он продолжает делать какие-то действия. И, к сожалению, очень часто в этот момент человек может, допустим, обжечься, если он стоит возле плиты, если он, допустим, держит кипяток и так далее. Он может попасть в аварию, например. К сожалению, очень часто судорожный приступ, вернее, эпилептический приступ может происходить, например, за рулем. И, соответственно, приступов эпилептических очень много. Если говорить, допустим, о детских формах, есть приступы так называемого замирания. Они кратковременные, и иногда даже родители их не замечают. Иногда учителя первыми, допустим, замечают, что что-то с ребенком не то. Когда он внезапно замирает кратковременно, и в этот момент, естественно, кратковременно нарушается сознание. А вот на этом фоне развития именно ребенка, интеллектуально, скажем, у него понижается? Есть формы эпилепсии, где, как правило, их большая часть, то есть порядка 60%, 70%, когда приступы не влияют на интеллектуальное состояние ребенка или человека. И вы знаете очень много примеров из истории, когда известные люди, допустим, с эпилепсией выполняли свои функции, как, например, Юлий Цезарь, Агата Кристи, которая прожила до глубокой старости и была очень активна. И иногда, конечно же, человек может испытывать дискомфорт и, допустим, какие-то проблемы с памятью. Но, как правило, это бывает в двух случаях. Первое, когда это не совсем адекватное лечение, и приступы, допустим, продолжаются. Естественно, это влияет на определенные процессы памяти, мыслительные процессы. И второе, когда, допустим, также противосудорожные препараты, противоэпилептические, они тоже, к сожалению, могут влиять на эти вещи. И поэтому, конечно же, когда мы, врачи-эпилептологи, подбираем лечение для пациента, естественно, нужно взвешивать все, скажем, эти моменты, потому что есть люди, которые работают, есть люди, которые учатся. И, соответственно, подбирать препарат таким образом, чтобы качество жизни пациента никаким образом не страдало. Что касается вашего вопроса в отношении причин, причин на самом деле много. И если мы говорим о причинах, то в каждом возрасте могут быть свои причины. Если говорить о распространенности, допустим, в целом эпилепсии, то существует два пика заболеваемости. Это детский возраст до года, то есть заболеваемость в этом возрасте составляет порядка 100-120 на 100 тысяч населения. И второй пик заболеваемости – это пожилой возраст. После 60 лет заболеваемость возрастает и составляет порядка 200-250 на 100 тысяч населения. Понятно, что и в каждом возрасте свои причины. То есть, допустим, если это дети, то, как правило, здесь могут быть какие-то наследственные факторы. В частности, где существуют генетические формы эпилепсии. Это могут быть какие-то врожденные нарушения, опять же, генетические метаболизма, то есть обмена веществ. Это могут быть, допустим, повреждения мозга, которые возникли в период беременности родов. Это могут быть различные инфекции нервной системы, которые и впоследствии, как осложнение, это развитие симптоматических форм эпилепсии. Какие-то различные, допустим, черепно-мозговые травмы. То есть вы знаете, что подростки, дети, они очень подвержены этим вещам. То уже, допустим, в пожилом возрасте это могут быть другие причины. Чаще всего это сосудистые поражения головного мозга. Очень высокий процент – это постинсультная эпилепсия, это посттравматические различного рода эпилепсии. Приступы, суд, связанные, допустим, с опухолью головного мозга и так далее. А вот именно если ближе к фонду, да, Кенжурек, вообще получается, дети, вы… Сейчас вот сколько детей состоит в вашем фонде? Ну, на сегодняшний день учредители, у нас же фонд, и форма предусматривает учредительство. Наиболее активные родители, которые согласились вести это дело, это четверо человек. Но на самом деле сообщество родителей, которые постоянно находятся с нами на связи, это определенная база, порядка 60… Ну, где-то 120-130 человек. Так вот. Это те люди, с которыми мы постоянно общаемся. Но это никак не говорит о статистике в Казахстане, потому что это наши случайные знакомые, да, знакомства, которые перешли из больничных палат за пределы. А затем вот в дальнейшем вот именно принципы вашей работы заключаются в чем? Вы как-то вот вместе с врачами советуетесь, да, наверное, какая-то вот… Одним из направлений вот именно взаимодействия с врачами является методика кетогенной диеты, которую многие родители в Казахстане на сегодняшний день уже благополучно используют. И в частности у меня ребенок уже два года на этом методе лечения. Это метод, который полностью заменил нам препараты и оказывает противосудорожное действие, плюс еще оказывает благоприятное действие на развитие ребенка. То есть, ну, как бы на сегодняшний день это один из таких прогрессивных методов, который, я считаю, что должен внедряться в Казахстане на уровне услуг медицинской системы здравоохранения. Вот. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, ассалам алейкум, вы в прямом эфире. У меня вот диагноз эпилепсии, они поставили в разных местах диагноз, разные диагнозы поставили. У меня постоянно припадки были в 17 лет. Сейчас уже два года припадков нету, но приступов бывает. Могу ли я дальше вылечиться? Могу ли я? Может ли пациент вылечиться? И вообще, мне кажется, куда идти пациенту вот в такой момент? Ну, конечно же, существуют формы, которые хорошо поддаются лечению. То есть, я уже сказала, что это порядка 60-70%. Конечно же, результат и эффективность лечения, она зависит от формы эпилепсии. Поэтому для того, чтобы я так поняла из вопроса, что у девушки были большие приступы, вот о которых она говорит, что их уже два года нет. Но есть еще какие-то приступы. И поэтому, скорее всего, здесь нужно все-таки обсудить дальнейшую тактику лечения. И возможный, скажем, исход – это все-таки с врачом. То есть, нужно смотреть документы, нужно смотреть ЭЭГ, электроэнцефалографию. Нужно смотреть, нет ли каких-то структурных изменений в мозге. То есть, результат, исход, он зависит все-таки от формы эпилепсии. Поэтому нужно определиться. Насколько я поняла, что были разные, в общем-то, диагнозы. Поэтому нужно смотреть. То есть, здесь, как весь этот процесс происходит? Получается, человек должен обратиться в поликлинику, да, по месту жительства? Если мы говорим о городе Алматы, то в настоящее время Центр неврологии и эпилептологии имеет договора с поликлиниками, которые направляют в рамках гарантированного объема бесплатных медицинских услуг на консультацию эпилептолога, либо диагностические процедуры. Что касается других регионов, на сегодняшний день я пока не могу сказать. То есть, это возможно только... Но, тем не менее, даже в регионах сейчас есть врачи, которые имеют определенные знания, поэтому просто нужно будет обратиться к, может быть, какому-то главному неврологу, допустим, региона и, соответственно, задать этот вопрос. А у нас как раз на линии телефонный звонок. Добрый вечер, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире. У меня внучка правосторонная сутрожность, с джором ДЦП. Можно лечить или нет? Или в какой стране можно лечить? Я в Каспинек звоню. Да, к сожалению, бывает очень часто эпилепсия сочетается с каким-то другим неврологическим заболеванием, так как она является как бы симптоматической. То есть, очень часто ДЦП идет... То есть, на фоне... На фоне ДЦП, да, как следствие, плюс эпилепсия. Да, в принципе, формы эпилепсии с ДЦП, они лечатся. И как медикаментозно, то есть с помощью препаратов. Также в настоящее время, вот как уже упомянула Мадзина, существует метод кетогенной диеты. Но метод кетогенной диеты в настоящее время в Казахстане он существует только в последние 8 месяцев, с июля 2016 года. И, к сожалению, на сегодняшний день это пока только платная услуга. Но мы надеемся, что в рамках, допустим, страховой медицины это все-таки услуга будет уже доступна, более доступна населению. Но что касается именно ДЦП и эпилепсии, то есть формы, которые хорошо поддаются медикаментозному лечению. В том числе. Получается, вообще, есть ли какая-то генетическая предрасположенность к этой патологии, к этому заболеванию? Ну, существуют формы с доказанной, допустим, генетической предрасположенностью. И есть так называемые семейные формы. Но на самом деле процент именно истинно генетических, он не такой высокий форм. Но есть, к сожалению, есть генетические формы, генетические заболевания, например, заболевания обмена веществ, которые сопровождаются с эпилептическими приступами. На сегодняшний день, к сожалению, процент именно метаболических, так называемых, болезней, он увеличивается. Это нужно признать. К сожалению, опять же, есть фактор, который тоже способствует росту. Это вот, как вы знаете, что в настоящее время принято решение там в соответствии с Всемирной организацией здравоохранения, это выхаживание 500-граммовых детей, то есть недоношенных. А у недоношенных детей риск ДЦП и, соответственно, риск эпилепсии, он в разы выше, допустим, чем у доношенного ребенка. И поэтому в последнее время, к сожалению, рост именно детских форм, вот эпилепсия с ДЦП, эпилепсия там на фоне какой-то врожденной, допустим, патологии мозга и так далее, к сожалению, количество этих детей выросло, да. Мадина, вот основная проблема, с которыми сталкиваются пациенты именно вашего фонда, в чем заключается? К вопросу о препаратах я вот хотела добавить. На сегодняшний день в Казахстане есть определенный ряд зарегистрированных препаратов противосудорожных. Но, как бы сказать, к сожалению, он не настолько обширен, насколько он может быть пополнен этими препаратами. Во всем мировом сообществе используется масса новых препаратов, препаратов нового поколения, так называемых. Это и гормональные препараты, которые очень эффективные, и противосудорожные препараты. Как раз-таки основной вопрос – это решение о включении многих препаратов нового поколения в реестр медицинских препаратов, которые имеются в Казахстане. Там есть масса препаратов. Это, во-первых, очень затратно, и, во-вторых, проблемно как раз-таки с поставкой. И второй момент опять по лекарственному обеспечению. С того момента, как мы открыли фонд, как контакты появились в обширном доступе, и по собственному опыту, и также очень много поступает звонков от пациентов, которые постоянно сетуют на то, что происходит перебой с противосудорожными препаратами. Мы поднимали опять-таки этот вопрос в своем письменном обращении в Министерство здравоохранения о том, что именно антиконвульсанты являются тем рядом препаратов, которые нельзя прерывать на какой-то короткий срок даже. То есть противосудорожное действие препарата на пациента зависит от концентрации этого препарата в крови. То есть оно медикаментозного характера имеет, или свойства какие у него у этого препараты? Ну, допустим, если противосудорожный препарат, ну, конвулекс, например, есть, или Кепра, да, которая тоже используется. Эти препараты, они входят в число бесплатных препаратов для наших пациентов. Но дело в том, что происходят постоянно перебои именно с выдачей этих препаратов. А этого допускать ни в коем случае нельзя, потому что если у пациента возникнет длительный, как сказать, перерыв в приеме препарата, то это может привести к тяжелым последствиям. Это учащение и утяжеление судорог, и это также даже может быть эпилептический статус, который опасен для жизни. Люди не допускают этого, естественно, и приходится покупать эти препараты за большие деньги. Ну, имеется в виду в коммерческих аптеках. Это очень важная проблема, потому что эпилепсия, она на 80% лечится лекарствами. Ну вот, как вы уже сказали, получается эпилептический статус, да? Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом статусе. Да, Мадина права, что, к сожалению, да, очень часто такое бывает, и нужно просто понимать, что, да, действительно, это не какой-то там вирусная инфекция, это там не пневмония, да, то есть когда антибиотики там пропил, допустим, 5-7 дней, и в принципе дальше в этом нет необходимости. Действительно, да, это довольно длительный прием. Прием препарата, он длительный, он непрерывный, без каких-либо там каникул и отдыхов, потому что сама по себе резкая отмена препарата, она может спровоцировать приступ. И прием препаратов, он может быть 3, 4, 5 лет. После последнего приступа эта, ну, как бы продолжительность, она определяется врачом в зависимости, как я уже говорила, от формы эпилепсии. И в таких случаях, когда человек, допустим, не получает препарат постоянно, некоторые пациенты что делают? Они начинают там экономить, они начинают снижать дозу. Они начинают, иногда, да, к сожалению, бывает так, что они даже не принимают препарат. И это действительно может привести к такому опасному осложнению, как эпилептический статус. Что такое эпилептический статус? Это состояние, когда приступы эпилептические идут один за другим, и между этими приступами человек не приходит в сознание. Бывает статус генерализованных приступов, это опасное состояние для жизни, когда генерализованные судорожные приступы идут один за одним. И человек не приходит в сознание. А зачастую он проявляется, ну, вот этот статус у кого у взрослых или у детей? У детей, у взрослых. Это неважно. Здесь зависит от формы, от тяжести заболевания и так далее. Да даже, в принципе, у контролируемого, в общем-то, хорошо контролируемого человека, то есть имеется в виду человек, который принимает лекарства, и у него всё хорошо, и он работает, он учится и так далее. В случае, допустим, срыва приёма препаратов, нарушения так называемого режима приёма препаратов, может случиться эпилептический статус. К сожалению, так бывает. И статус генерализованных приступов, он опасен для жизни, потому что это отёк головного мозга, соответственно, это ухудшение состояния и так далее. Сейчас мы продолжим, так как мы в прямом эфире, к нам звонят. Добрый вечер, ассалам алейкум, вы в прямом эфире, говорите. Алло? Да. Здравствуйте. Здрасте. Я из города Петропавловск, меня зовут Арнай. У меня дочка заболела в январе 6-го, мы упали задом. И вот потом через... Мы не обратили в него, через день у нас судороги такие, левая рука отказала. И вот месяц потом мы в больнице в реанимации лежали. И потом они нам диамет поставили, оттягивает травма головного мозга без открытой внутричерепной раны, ушиб головного мозга, лакунарный химический отчак, левая затылочная доля, симптомические фоканы судороги, левосторонный верхний монопорез, и вот еписиндром, судорожный синдром. Вот уже 3-4 месяца прошло, у нас никаких результатов нет. Через зонд кормим, головку не держит, рука, нога не работает. А сколько лет девочке? Сколько лет? Год и 3 месяца. Она уже начала, перед травмой она начала ходить, разговаривала, все как положено развивалась. Вот теперь вот так. Почему вот у меня теперь никаких результатов, вы можете сказать? Спасибо большое. Конечно, сейчас наш врач ответит на ваш вопрос, но у нас на линии второй вопрос, второй звонок, точнее, извиняюсь. Добрый вечер, ассаламу алейкум, вы в прямом эфире. Меня зовут Даулет, мы из города Астаны. Ребенка 11 месяцев, получается, ребенок болеет у нас. Ага. С рождения 2 месяца, как ему исполнилось. И у меня такой вопрос, куда можно обратиться? У нас куча диагнозов, где-то 5-6 диагнозов. Основная вот симптоматическая фокальная эпилепсия, но врачи ее как бы ставят не конкретно, предполагают, да? Угу. Вот. Болеет ребенок, в основном обращать внимание на соматику. В какое медучреждение нам можно было обратиться с этим диагнозом, да, пока ребенок на ранней стадии, да, пока болеет, чтобы нам помогли. Были мы в Астане, лежали, и в Алматы. Вот. Первый вопрос. Второй вопрос. По поводу лекарств. Вот вы говорите, что Топомакс, Конволекс, вот люди принимают, не стоит так сразу отходить. Вот мы эти лекарства принимаем, ребенку уже 11 месяцев, прогресса, в принципе, у нас нет. Развития, прогресса в развитии тоже нет, да? И сейчас вот советуют отходить, как нужно правильно отходить и на какие лекарства переходить ребенку, чтобы не навредить. Угу. Все, спасибо большое вам за ваши вопросы. Давайте сначала ответим на первый вопрос, потом на второй. Да. Что касается первого вопроса, здесь нужно разбираться, потому что, ну, как бы... Вообще, куда им можно обратиться? Получается, там... Ну, так как пациенты из Петропавловска... Диагноз на диагнозе. Пациенты из Петропавловска, они могут определ... И это, как бы, состояние после перенесенной травмы, они могут обратиться либо в Астану, в центр нейрохирургии, там есть детский... Детское отделение. Возможно, там, ну, получить какие-то ответы на вопросы, либо в центр материнства и детства в Астане. Потому что там нужно действительно разбираться. Возможно, это действительно была тяжелая травма. Хотя странно, что ребенок просто упал на затылок, да? Год и три месяца совсем маленький, да, получается? Это сейчас, год и три. То есть она упала, получается, когда ей было 11 месяцев. Четыре месяца назад, она сказала. В январе. Соответственно, да. Но, тем не менее, я могу сказать, что детский мозг, это очень пластичный мозг. И здесь нужно... Вот как раз-таки, видите, получается, что немножко есть ножницы. В том смысле, что это черепно-мозговая травма, и ее нужно реабилитировать. Но у нее есть эпилепсия. И это то, как раз, о чем говорит Мадина, что детей с эпилепсией на реабилитацию практически никуда не берут. И поэтому именно здесь вот нужно иметь такой вот... Ну, я не знаю, что это, отделение ли это, центр ли это, где все-таки таких детей будут брать. Потому что здесь нужно, во-первых, корректировать лечение, связанное с судорогами, и плюс заниматься реабилитацией. То есть хоть какой-то реабилитацией. Потому что, видите, ребенок на ЗНД. До сих пор. Поэтому я думаю, что если сейчас в Петропавловске они не получили ответы на вопрос, нужно ехать в центральное учреждение, в Астану. Потому что даже хотя бы там есть рядом реабилитационный центр. Возможно, там каким-то навыком реабилитации, для того, чтобы улучшить глотание и так далее, маму научат. То есть я думаю, что это вот на этом этапе вот так можно сделать. А что касается второго вопроса, то здесь, я думаю, что тот случай, когда как раз-таки возможно, это один из вариантов эпилептической энцефалопатии, о котором тоже упоминала Мадина. Это как раз-таки та часть форм эпилепсии, которые трудно поддаются лечению. Во всяком случае, они являются фармакорезистентными, так называемыми. То есть являются резистентными к медикаментозному лечению. И здесь есть несколько, опять же, вариантов, возможностей. Первый, конечно же, это по какому пути мы идем. И папа уже говорил об этом, что они сейчас принимают два препарата, и никакого эффекта нет. Нужно искать. В том числе, это есть новые препараты, которые применяются при эпилептических энцефалопатиях, используются в лечении. К сожалению, пока они в Казахстане не зарегистрированы. То есть это либо корректировать лечение современными противоэпилептическими препаратами, которые используются при лечении эпилептических энцефалопатий. Но для этого нужно понять, какая форма эпилептической энцефалопатии. И второй метод лечения эпилептических энцефалопатий, который применяется во всем мире. Этот метод имеет очень серьезную доказательную базу. Это, как мы уже говорили, метод кетогенной диеты. И в этом случае действительно эффективность этого метода не уступает. А даже получается, ну вы видите, что лекарства не помогают. И дети переходят на кетогенную диету, и есть результат. На сегодняшний день у нас в Казахстане ввели 34 пациента. Это 34 ребенка и один взрослый. 34 ребенка, из них 6 человек это с Украины пациенты были, 6 человек из России, 1 человек из Узбекистана и 1 человек из Болгарии. И можно сказать, что на сегодняшний день пока только у трех человек нет такой большой динамики по эпилептическим приступам, но практически у 100% есть значительная динамика в развитии. В эмоциональном развитии, у кого-то в моторном развитии. И поэтому это метод, который в настоящее время в мире предлагается как альтернативный метод. В том случае, когда человек использовал два противосудорожных препарата, ему не помогает. Соответственно, можно предлагать метод кетогенной диеты. Ну вот, получается, в основном сейчас мы слышим вопросы касательно каких-то медицинских учреждений. Вот, Мадина, как вы вообще ведете свой фонд? То есть вы состоите в каких-то социальных сетях? Возможно, этим людям надо будет как-то присоединиться к вашему фонду, найти вас? Ну, конечно. Конечно, в социальной сети. У нас есть свой сайт. Стоит сказать, что фонд открылся совсем недавно. Это конец января этого года. То есть мы существуем буквально только 2-3 месяца. Мы только в начале пути. И первое, что мы можем сейчас сделать при отсутствии каких-то материальных возможностей, это вести информационную работу, как раз ту информационную работу, которую мы ведем посредством вот этих же социальных сетей, посредством собственного сайта. И есть определенные, ну, сейчас популярные мессенджеры, там, WhatsApp, допустим, группы, где состоят такие родители, которые обмениваются опытом, которые друг другу передают контакты. И там очень много можно полезной информации найти. Наша задача – эту информацию аккумулировать в один источник, чтобы это сократило количество ошибок, неверных ходов. То есть эпилепсия, оно такое заболевание, достаточно сложно поддается лечению, да? Особенно вот эти детские формы. То есть здесь очень важна компетентность специалиста, врача-невролога, который занимается ребенком. Очень важно постоянно находиться на связи со своим доктором, потому что возникают какие-то… Вот как в ситуации сейчас звонили по телефону и говорили о том, что с трех лет до семи, и там, по-моему, или больше, это сколько, 30 килограмм, говорит, весит, и конвулекс, не меняли дозировку. То есть я считаю, что это как раз-таки, ну, наверное, недостаток информации у родителей о том, что дозировки надо корректировать в соответствии с весом. То есть обо всем об этом родители должны знать. Вот как видим мы из телефонных звонков, много… Главная проблема – это недостаток информации. То есть опять же, родителям, тем родителям, у которых дети как раз-таки страдают этой патологией, этим заболеванием, нужно побольше консультироваться у врачей, да? То есть неврологов, да, эпилептологов, не один ограничился на одном враче, вот сходил, да, скажем, ко второму, к третьему, да, получил какую-то базу информации. Не заболеваться, искать выход, потому что на самом деле, как бы скажу по собственному опыту, потому что мы проходили это все, мы тоже так же… Синдром у моей дочери, синдром Веста, и для нас это были абсолютно непонятные, непонятные словосочетания, что это такое синдром Веста. И мы искали информацию, в принципе, думаю, что очень плодотворно, потому что Тамила – один из первых детей в Казахстане, кто получил, ну, как бы, вот это лечение кетогенной диеты, и на сегодняшний день с очень хорошими результатами ребенок идет. Хочется, чтобы другие родители, последовав примеру наших успешных каких-то примеров, на наших успешных примерах, тоже не опускали руки, как бы, и работали, искали выход с этой ситуации. А не пускать на самотек очень важно. Вот у нас буквально осталось минуты три, и я бы хотел что спросить. Вот человеку, к примеру, мы вот едем в общественном транспорте, едем где-нибудь на работе и находимся в общественном месте, да, но мы же не можем сразу уличить человека в том, что он болен, да, этой патологией. Что вообще делать человеку, который вот видит уже ситуацию, вот припадок у человека, что ему делать, как ему помочь? Ну, если мы говорим о генерализованном тонико-клоническом приступе... Надо вот коротко и ясно, да, четко. Да, то, соответственно, в этой ситуации, к сожалению, есть стереотип, что там надо ложкой открыть рот, там, и так далее, и тому подобное. На самом деле этого делать не нужно. Нужно просто оградить человека от каких-то острых предметов, острых углов и так далее, чтобы он не получил травму в момент падения. Нужно уложить человека на бок для того, чтобы, если вдруг у него будут какие-то позывы на рвоту, или будет какое-то гиперсоливация, слюнотечение, чтобы не было заброса слюны. И желательно, конечно, я понимаю, что это выглядит пугающе, но тем не менее, примерно засечь время приступа, чтобы продолжить санис приступа. И, в принципе, больше ничего делать не нужно. Не нужно лезть какими-то палками или ложками и так далее в рот, потому что можно тем самым повредить зубы и вызвать скорую, либо доставить этого человека домой, если это знакомые, допустим, и так далее. А если мы говорим о каком-то фокальном приступе, то есть о приступе, когда человек может что-то делать в этот момент, быть возбужденным и так далее, соответственно, тоже не нужно пугаться, потому что, я говорю, очень редко пациенты с такими приступами не бывают опасны для людей. Тоже желательно просто сопровождать для того, чтобы человек не попал под машину, например, потому что эти люди в этот момент находятся без контроля сознания, и поэтому они не могут эти вопросы... Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в студию, ответили. Там еще телефоны разрываются. Мы уверены, что наши телезрители получили нужную информацию. Спасибо вам отдельно за то, что вы пришли, уделили свое время нам. Ну, а я в свою очередь, дорогие телезрители, хочу сказать, что наше здоровье действительно это даровано создателям Аманат, поэтому берегите свое здоровье, берегите своих детей, своих близких, и будьте здоровы. До скорых встреч. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин